Доброе утро! С вами Марина Морвах и я иду на работу на свой любимый завод Кто смотрит новости, тот прекрасно знает, что тут в прошлые выходные произошла трагедия Изнасиловали и убили пожилую женщину, которая возвращалась домой с дачи Дача это СНТ-магистраль, это в той стороне, то есть это недалеко очень от поселка И в общем я в очень таком настроении, честно сказать, напряженном Потому что вчера прихожу я на работу, понедельник традиционно, я не выспалась Вот, все вроде нормально, работаю Он ко мне подходит сотрудница и говорит, вот тут такая была ситуация Тут вот женщину изнасиловали и убили пожилую 67 лет По предварительной версии это сделают гастарбайтеры И собственно ходите аккуратнее, выбирайте людные маршруты и так далее А кто смотрит мои блоги, они знают, что на моих путях у меня нету людных маршрутов Потому что если я буду ходить людными маршрутами, мне нужно будет с вечера выходить Не, ну тут будет просто очень далеко, я не буду успевать на электричке И в общем, в принципе меня это очень расстроило Потому что, ну вообще ситуация, честно сказать, возмутительная И уже вечером я шла с работы, я уже вижу около общежития собралась толпа людей Которые требовали выселения гастарбайтеров из общежития А также требовали разговор с администрацией И я как бы поняла, что, к сожалению, ничем хорошим это не закончится И в принципе я это поняла еще давно, когда только общежития начали строиться Оно находилось Это вот как раз мне задавали вопрос Зачем же вы уехали из Буженинова? Что же вам там не нравилось? Вот поэтому я и уехала Потому что как только начали строить общежития Его строили как раз очень рядом с тем домом, где я раньше жила Я уже поняла, что скорее всего, рано или поздно такая ситуация, как случилась, она случится Но я думала, что это даже будет раньше Вон дом, как раз в котором я жила раньше За ним находится, собственно, общежитие Мне посоветовали носить что-то с собой, вооружаться Но финансов на вооружение мне не выделили Это раз, два, что носить с тобой, если нападающих было по версии трое Нападающих на одну женщину Это чтобы отбиться от троих нападающих Это не перцовый баллончик, это не электрошокер Это, извините, нужен пулемет Максима или пистолет Макарова То есть в таком случае, в принципе, как бы у государства есть прямая обязанность Защищать своих граждан И получается так, что эта обязанность не выполняется Это преподносится так Ходите аккуратнее, носите что-нибудь с собой Какие-нибудь средства защиты И, грубо говоря, отбивайтесь, как хотите Но у нас есть закон, согласно которому Огнестрельное оружие у нас нельзя носить Его нельзя применять Травматическое оружие Я тоже думала, как бы, ввиду особенностей местности Купить себе травмат еще давно У нас тоже нельзя носить То есть там нужно очень много разрешений Плюс еще его нельзя применять в черте Ну, то есть какие-то очень сильные ограничения на применение оружия То есть и тут тоже такая двоякая очень тема С одной стороны, носите что-нибудь с собой С другой стороны, что это может быть Чтобы потом, собственно, не попасть в статью А, собственно, превышение самообороны Потому что, как вы понимаете, справиться в рукопод женщине Справиться в рукопашную с мужчиной практически невозможно Если она, конечно, не чемпион По боксу, по дзюдо То есть просто среднестатистической женщине Физически справиться со взрослым мужчиной Будет очень сложно А если еще это не один мужчина, а двое-трое То это практически невозможно А если применять, допустим, даже нож То есть кого-то ранить То это нужно бить, в принципе, насмерть То можно схлопотать статью Так что так и эдак хорошо, так и эдак складно Вот И мне очень грустно, что... А тут все время, я еще помню, когда я тут жила Вот в этом доме я жила Собственно, тут было просто... Ну, полиция крайне неохотно сюда приезжала все время И ближайшее отделение полиции Тут находится в городе Краснозаводск Город Краснозаводск Находится вот за лесом Там километров 5-6 И вот там ближайшее отделение полиции Поэтому тут все время Как бы у меня были опасения Прям Меня прям стали последний год Вот 2019-й, когда я тут проживала У меня прям усилились опасения И мне стало думать, что тут могут произойти Какие-то внештатные ситуации И, собственно, я как бы уже предчувствовала Что они произойдут Поэтому я и уехала Ну и так же я уехала, чтобы быть поближе к Москве На всякий случай Если вдруг там будут какие-то проблемы с работой А я уже предчувствую, что они могут быть Собственно, уже в ближайшее время Вот Чтобы можно было поездить в Москву Но, как выяснилось, тоже там, где я живу Там тоже дорога до станции очень мрачная Еще даже более мрачная и долгая, чем здесь Вот И там тоже, как бы, очень страшно возвращаться Или если возвращаться через Катьково То это просто через весь город Идти пешком, потому что маршрутки Там уже перестают ходить в 10 часов с лишним Вот И я, в общем, конечно, обеспокоена Еще, собственно, вот я говорю вам В принципе, вот это вот При этом я вчера еще читаю За обедом новости Что в стране не хватает трудовых эмигрантов Что нужно еще завозить трудовых эмигрантов Еще завозить гастарбайтеров При этом Это крайне негативно влияет на общество Как я уже говорила Происходит вывеск, вывоз капитала В другие страны То есть Гастарбайтеры зарабатывают в России деньги А потом они вывозят эти средства денежные на родину Получается, что страна в целом Она ничего, как бы, не получает От труда гастарбайтеров Это первое Собственно, второе Резко увеличивается уровень преступности И такие сотрудники, кто работал в МВД Они знают, что очень много преступлений Совершается иностранными гражданами И еще, как мне тоже сказали Ну, как бы, информация такая у меня была Что, как бы, многие иностранные И не только иностранные А, как бы, некоторые категории граждан Являются так называемыми спящими террористическими ячейками Вот, кстати, это общежитие Оно находится рядом с линией электропередач Вот, поэтому Может быть, оно и стало общежитием Потому что очень рядом проходит ЛЭП А за ним уже коровники и лес Когда-то оно было новым, ярким Так, ну вот, я, в общем, несколько сбилась То есть, в общем, некоторые группы граждан И некоторые отдельно граждане Могут представлять из себя Так называемые спящие террористические ячейки Я никого ни к чему не призываю Обратите внимание Вообще, я ничего не рекламирую Никого ни к чему не призываю Просто делюсь информацией Которую я знаю Которую имею, я делюсь В общем, как я говорила Некоторые граждане могут При некоторых обстоятельствах Образовывать террористические ячейки И потенциально опасно В плане совершения терактов Вот И некоторые события Которые там говорят Что это хлопок газа Или говорят, что это там Случайное отравление Мы не знаем Было ли это случайный Действительно несчастный случай Или это было спланированное действие Это разбираются Собственно, специально обученные люди В этом И тоже Такие вот как бы Единичные нападения Случайные дистанционные Нападения Или это было тоже Спланированное действие Именно для подрыва Так скажем Для подрыва граждан Ну, для подрыва уверенности В завтрашнем дне Это точно потому Что у меня настроение Совершенно уже испортилось Я уже не знаю Сколько я проработаю Потому что Понятное дело Что если Будет обстановка Накаляться Раз мне уже там Такие Какие-то Предупреждения начинаются Что там Аккуратнее ходите Вот Это уже говорит о том Что Возможно Я не знаю Как бы Возможно Придется мне работу Менять Вот И все это подрывает Уверенность В завтрашнем дне И все это Является Продуктом Деятельности Неправильной Определенных Групп граждан Которые хотят Получать Сверхприбыль И вот эти Вот все Разговоры О том Что А вот А вот Граждане России Не хотят Работать За две копейки Плохо работают Не будут Вести улицу Не платите Нормальную зарплату И будут работать Извините Я-то работаю Как-то Вот Что значит Там плохо Работают Ну плохо Работают Ну увеличьте Зарплату Наймите Тех Кто хорошо Работает Проводите Обучение Более эффективное Будут Введите Систему Поощрений Повысите Мотивацию Людей Будут Работать Хорошо А вот Эта идея Мы вот Привезем Сейчас Каких-то Рабов Из недоразвитых Стран Чтобы они Работали У нас За две копейки А что Потом Хотят Люди Получить От этих Людей Которые В тяжелых Условиях Постоянного Стресса Люди Работают За две Копейки Естественно У них Зреет Социальная Ненависть Которая Потом Выплескивается В различные Формы От Каких-то Единичных Актов Агрессии До крупных Актов Агрессии И теракт Вот И вот Такую Опасную Обстановку Нам К сожалению Сейчас Создают И это Делают Непростые Граждане Я хочу Сказать Что Бужениново Это Не единственное К сожалению Место Потому что Я переехала В Ходьково А там Ситуация Ненамного Лучше Потому что Я пошла Устраиваться Там На местный Завод И мне Сказали Что Моя Специальность Не подходит Что У них Нет Работы Для меня И У меня Клоеобразная Специальность Я дизайнер Будет рано Вот Конечно Это Редкая Специальность Я честно Признаюсь Здравствуйте Вот И она Не везде Нужна Поэтому Найти новую Работу Мне будет Весьма Проблематично Вот Такие Вот дела И в Ходьково Тоже мне Сказали Что там Как бы Для меня Работы Нет Но при этом Там тоже Много Очень Гастарбайтеров Особенно Около Завода Ухим Завода Ходьковского Особенно Вечером Я иногда Захожу туда В пятерочку И тоже Я там вижу Гастарбайтеров И Такой случай Они там При мне Между собой Стали ругаться Очень агрессивно И их продавец Попросила Выйти на улицу Потому что Они стали Громко И они вышли На улицу Но тоже Такая Обстановка Как бы Сказать Напряженная Я честно Скажу То есть Не такая Конечно Как здесь Но напряженная Тоже присутствует Вот Но там Как бы В Ходьково Уже инциденты Были По поводу Как бы Иностранных Рабочих И там Все равно Много Иностранных Рабочих Потому что Это выгодно И вот Пока это Будет выгодно Будут такие Как бы Случатся Мягко сказанные Неприятные Ситуации Ладно Ребята Мне пора Наработать И собственно Пока что Еще Собственно Пока еще Это можно Сделать